всем привет друзья ну что начался наш прямой эфир сегодня был мы будем делать с вами карамельные точнее изомальтовый бокал и фужер и будем делать их прозрачными чистенькими аккуратненькими сегодня вы узнаете все по поводу того как сделать ваши бокальчики и фужерчики именно вот такими натуральными красивыми и прозрачными так у нас уже практически здесь все готово для работы вот мы сварили себе изомальт подготовили его уже то есть у нас уже стоят нагреваются наши формы вот под лампой вот так вот выглядит наша лампа лампа для карамели это просто отличная вещь она сейчас нагревает наши формы то есть мы формочки поставили под нее и она разогревает эти формы до нужной температуры но конкретную температуру мы сейчас ловить не будем мы просто их подогреваем чтобы они были нагреты чтобы они были теплые пока я также опущу градусник в изомальт чтобы мы посмотрели какая там температура и и поняли когда же нам лучше всего будет залить наш форма а сейчас подскажите как меня слышно как меня видно доброе утро добрый день всем привет отлично я по вам уже соскучился очень скажите а вы как соскучились ли по нам как у вас вообще настроение как ваше воскресенье проходит наверняка ой градусник выпал наверняка вы еще наверное спите да я бы сейчас спал конечно с удовольствием подскажите пожалуйста как вы допите изомальт да смотри сейчас расскажу хороший вопрос значит сейчас мы топили изомальт в микроловновке как это делать да вот многие спрашивают вот я поставил например там на 30 секунд там на минуту микроловку да и там жду пока он растопится нет так делать нельзя нужно топить с маленьким интервалом то есть обязательно маленький интервал секунд 10 вот допустим как у нас здесь дать сейчас вот мы топили с интервалом 10 секунд до вашей микроволновой печи может быть чуть-чуть по-другому да самое главное что то есть вы поставили микроволновку когда 10 секунд приблизительно прошло вы его перемешали перемешайте потому что микроволновка она греет точечно она греет вот допустим в углах да и по углам например да то есть там у вас кипит вы себе на 30 секунд поставили забыли а у нас у вас в углах не только уже закипела но уже и пожелтела да даже хороший изомальт классный бинео даже он не выдержит если вы будете просто полчаса ну точнее его часа минуту в микроволновке кипятить понимаете то есть он тоже и не выдержит поэтому главное короткие промежутки времени перемешали опять поставили перемешали опять поставить и пока он не станет вот такой вот кристально прозрачный отличный прекрасный изомальт да вот можете видеть что все прекрасно получается отлично можно растопить микроволновки точно также замечательно как и на плите принципе никаких ограничений нет так у нас около 100 градусов смотрите друзья нам понадобится для нашей формы один изомальт мы возьмем более горячий то есть мы возьмем температуру где-то около 140 150 градусов для чего это нужно то есть мы должны был вот кстати да познакомьтесь с нашей формочкой это форма фужера наверняка вы уже видели смотрите какая классная форма какие классные пазы они очень хорошо встают и как раз вот это все позволяет закрыть форму очень хорошо качественно чтобы были минимальные шовчики посмотрите как классно видите вот такие вот такой вот рельеф по всей можно поближе значит смотрите нам нужен горячий изомальт чтобы пролить его вот сюда в ножку да и чтобы он хорошо затек в основании бокала а сюда в саму горловинку мы будем уже заливать изомальт холодный максимально холодный для заливки также вот для стакана до для бокала мы будем тоже брать изомальт холодный так кстати да друзья кто еще не в курсе я пока попрошу подогреть изомальт и вам расскажу у нас продолжается еще пока продолжается отличная акция на наши молды на наши формы 25 процентов скидка это отличное предложение поэтому кто еще не в курсе пишите в комментариях под любым постом и либо в директ и запросите ассортимент и вам вышлют весь ассортимент можно тут вода вас чем покрываете готовые изделия я покрыла как-то лаком и она стала не блестящая вид не тот странно смотря что неправильно покрыли и может быть может быть что-то неправильно покрыли прошу потому что если про что вы говорите до шоколад на наоборот то есть у вас супер блеск до добавляется изомальтом когда вы покрываете ну практически ничего то есть да вот у вас была блестящая поверхность данная так было достичь покрыли лаком практически ничего не меняется но мы сегодня с вами покроем посмотрите давайте задержитесь сегодня у нас будет отличный эфир будем стараться только давать вам мясо только свежие как бы столько информацию до будет информации очень много все по делу по факту поэтому смотрите до конца сейчас мы быстренько все сделаем вот смотрите как пока у нас разогревается для фужера разогревается для фужеры изомальт мы пока я думаю зальем в формочку формочку бокал скажи это не видно хорошо что я делаю где-то около 90 с лишним градусов сейчас здесь можете заливать даже более густым принципе можете даже 80 заливать у вас будет вообще минимальное количество пузырьков практически ну кстати вот единственный минус скорее всего весь изомальт из формочки сейчас не выйдет нам нужно будет немножечко еще из других форм добавлять то есть главное чтоб ваш изомальт тек так заливаем сейчас поправим чуть 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 вот это вот подогреем чтобы на стеночках изомальт конечно же он более прохладный поэтому он менее текучий сейчас мы его слегка подогреем и дольем нашу форму бокал сейчас я посмотрю на у нас уже здесь пока мы готовились у нас уже здесь застыл изымать так что сейчас подождем пока подогреется и дольем нашу форму до конца а пока давайте наверно это же покрывала вашим лаком и тоже блеск ушел после лака изделия горько и есть невозможным прям горько знаете скорее всего нужно правильно может быть у вас получился очень толстый слой на на фигурках лака может быть в этом причина да напишите кстати кто у нас еще покупал лак расскажите каковы ваши как сказать ваш опыт работы с нашим лаком подскажите что у вас получилось у вас было именно то что вы ожидали то есть он вам помог и либо вот как пишут что-то мутное было и горько и так далее слегка надо подогреть не надо очень сильно чтобы он подтекли можно еще вот эти тоже подогреть сколько изомальта берете на изделие а сейчас мы с вами взвесим конкретно сколько мы взяли на изделие где-то я взвешивал рассчитывал приблизительно наверно грамм по 200 но вы понимаете да что нам нужно намного больше веса брать потому что мы будем еще во-первых мы должны полностью залить а потом мы будем выливать этот изомаль то есть он у нас останется у нас останется наш прозрачный изомаль берем ну что нам пишут как опыт работы с нашим лаком что не пишут ничего пока ну лак приобретала не у вас вот девушка пишет что горький лак приобретала не у вас я лапа я лак покупала не у вас но на вид он желтоватый так и должно быть не горький но изомальт под ним не блестит смотрите да лак он желтоватый и то есть такое дело минимальная горчинка в нем также присутствует но поскольку вы наносите очень маленький слой то у вас не должно вкусовые качества не должны сильно меняться вы понимаете там очень тонкий слой вы его плюс вы же все-таки на изомать наносите то есть у изомальта свой вкус своего когда с изомальтом особенно употребляйте вообще никакого вкуса не чувствуется я уже не говорю про шоколад но что у шоколада очень яркий вкус да у изомальта такой слабый все-таки а у шоколада очень яркий вкус и на шоколаде никакой лак вообще не чувствуется ты что от вас купила изомальта и лак но вот почему-то мутно и горьковато возможно много лака хотя кисточкой вроде немного наносила вы можете написать нам директ и мы вам вышлем видео как правильно работать с лаком после этого видео все ваши проблемы уйдут ну что вот мы долили наш бокал до конца буквально подождем смотрите все зависит от температуры опять же изомальта обычно ждать нужно где-то около пяти минут в в охлаждении то есть не при комнат температуре а в охлаждении вот сейчас на мое ощущение изомальт был более холодный да то есть более густой поэтому мы подождем меньше пяти минут то есть мы несколько минут подождем и будем уже выливать сливать лишний изомальт из нашего бокальчика посмотрите как в нем себя чувствует наш изомальт вот прекрасно кто ну в принципе это был не секрет да все в принципе видели и по нашему зазывающему ролику как убираются пузырьки но скажите у вас каков у вас опыт вот убирание пузырьков на изомальте расскажите как у вас получается то есть вы также убираете горелочкой либо какими еще способами напомню чтобы было меньше пузырей на изомальте до сегодня первое мы прогреваем форму делаем ее близкой по температуре к температуре изомальта то есть где-то около 100 градусов постараемся достичь значит и сам изомальт заливаем в прохладный на изомальте в таком случае с формой будет минимальное количество пузырьков но эти пузырьки все равно нужно убирать да так ну что сейчас попробуем проверим сколько здесь градусов нам нужно вот сейчас нам нужно точно узнать количество градусов потому что нам нужно еще разогреть вот этот весь потому что мы будем сейчас проливать наш фуже наше там очень тонкий видите основание поэтому нам нужен жидкий изомальт если будем густой заливать он просто не протечет до конца используем именно такой термометр почему потому что он мерит температуру общего изомальта да если вы будете лазерным мерить он обычно замеряет именно вверх и получается немножечко искажается температура сверху изомальт может подстыть может даже застыть а внутри быть горячим такое может быть нет холодный пока здесь я вижу здесь градусов 90 наверно максимум сейчас попросим подогреть то есть нам нужно градусов 140 150 изомальт чтобы сделать наши фужеры так посмотрим что у нас с нашим бокалом знаете поставьте все равно его получится взять снизу снизу аккуратненько поставьте его охлаждаться поставим все-таки охлаждаться сейчас буквально на пару минут и будем выливать минутку две подождем и будем выливать если бы у нас было вот сейчас вот у нас как раз есть еще изомальт давайте зальем нашу клубничку тоже попробуем сделать все сразу клубничка у нас идет бонусом попробуем сделать смотрите какую классную клубнику зальем ее прозрачным изомальтом выльем изомальт а потом прокрасим пурпурно-красным то есть розовым да изомальт и зальем в середину клубнички и будет такая розовая клубника в центре а по краям будет прозрачная как вам такая идея так заливаем видно ли что как я заливаю секунду видите изомальт здесь в принципе где-то около 90 тоже градусов он ну так хорошей температуры для заливки можно делать еще ниже температуру это будет еще лучше пузырей будет еще меньше для клубнички конечно вот да нужно максимально низкую температуру для заливки выбрать потому что на ней рельеф да мы его хотим сохранить мы его прожигать вообще не хотим поэтому можно было взять сейчас еще поменьше так сейчас практически залили мы так ножнички есть у нас подрежем вот самые друзья назовите мне самые нужные инструменты для работы с изомальтом как вы думаете что это и я уже буду выливать потому что я вижу что очень густой надо сразу быстренько выливать и и бокал нужно на что же доставать уже так альберт я попрошу это помочь с бокалом пока у нас занята на съемке его нужно достать чтобы он нас не переохладился и не были слишком толстые стенки вот я думаю да вот надо его как раз уже тоже выливать ну что друзья какие у нас самые нужные инструменты с изомальтом приборы инструменты как вы считаете без чего с изомальтом работать нельзя или неудобно изомальт силиконовых формах микроволновки да да конечно это очень удобно такие формочки в принципе все что вы видите сегодня на эфире все можно приобрести у нас либо в других специализированных магазинах очень удобно в них прогревать и хранить собственно говоря даже изомаль смотрите мы вылили клубничку из центра видите как получилось видно мне надо спешить потому что у меня уже бокал на очереди он тоже ждет а я хочу еще чуть-чуть клубнички вылить получится какое количество изомальта оптимальное разогревать в одной емкости ну вопрос вот это вопрос конечно смотрите друзья какое оптимальное количество количество такое какое вам нужно на фигурку то есть в принципе мы разогреваем в этой форме ну практически до краев то есть естественно не до полных краев да когда у вас где-то ну вот допустим полсантиметра где-то от верхнего края вы можете греть и это нормально то есть удобно брать ничего страшного так все это тоже можно подогреть пока все равно пригодится так клубничку мы оставляем чтобы она подстыла у нас и будем выливать наш фужерчик выливаем фужерчик друзья да что пишут что нам пишут ух какой он у нас все-таки жиденький хороший мы постараемся сделать очень тонкие стеночки главное не перестараться здесь друзья если получится слишком тонко имейте ввиду значит на минутку просто подольше подержите если вам хочется чтобы были потолще да допустим стеночки имейте ввиду просто минутку лишнюю подержали вот он еще толще стеночка получилось так я хочу посмотреть отлично прекрасно по-моему получается так как надо так хорошо видно какие интересные причудливые узоры дает изомань да вот кстати он вытекает такими пузырями оно все надувается как-то переливается блестит это просто шедеврально очень нравится мне такое можно сказать даже искусство изомальта он всегда нам что-то показывает интересное какие-то интересные свои преображения и это правда завораживает так давайте-ка прогреем чуть-чуть ну что посмотрим хватит нам такой стеночки я думаю хватит в принципе все хорошо подрежем горелка перчатки ножницы горелка и ножницы горелка ножницы от горелки форма не плавится форма выдерживает до 200 градусов даже немножко больше вот поэтому естественно прямого воздействия на форму не надо допускать вы же видите что я прогреваю аккуратненько не саму форму а изомаль аккуратненько прогревая саму форму конечно же вам не стоит прямое пламя допускать это неправильно то есть микроволновки прогревать до растворения или все-таки до определенной температуры нет но по на вид все честно температуру никогда не меряем смотрим на вид то есть изомаль готов на вид все то есть он прозрачный хороший значит больше ничего не нужно делать смотрите очень тонкие края получились я надеюсь я не перестарался надеюсь не перестарался очень хотелось сделать потоньше давайте чуть-чуть прогрею краешек чтобы он был покрасивее оп так и знаете что я сделаю я ее переверну чтобы остатки изомальда они пока стекали ближе к центру к низу к низу извините вот посмотрим нашу клубничку посмотрите она уже подстывает практически у нас готова вообще уже можно даже уже сюда я вижу консистенции можно уже даже было и залить наш прозрачный какой-нибудь красивый красный там или пурпурный цвет но пока у нас не готов мы его как только сделаем так сюда сразу же и зальем уже скоро так гляну чуть-чуть на наш бокальчик прекрасно так и займемся фужером так а если у нас изомальд подходящей температуры вот в чем вопрос он же постоянно у нас норовит остыть до изомальд изомальд по поводу ваших замечаний о том какие все таки продукты инструменты самые нужные для в работе с изомальдом но действительно я с вами согласен я просто сейчас работал и подумал мы всегда говорим да горелка это самое важное самое нужное да наверное в работе и вот тут понадобились ножницы я думаю а как же ножницы да такой простой вроде бы инструмент он тоже так нужен на самом деле да всегда что-то подрезать что-то обрезать не обойтись без них как перевернули фужер бокал как просто вот так поставил вниз и все то есть по сути там изомальд уже на самом деле не течет вот видите он просто немножечко еще мягкий я его поставил на на всякий случай если есть еще небольшая текучесть пусть лучше она будет направлена к краям потому что я сделал очень тонкие краешки сейчас так и что то у нас видимо заболтался и наш термометр уснул пока я болтал здесь так 120 на самом деле на побольше еще больше сейчас подогреваем так этот можно прокрасить прокрасить ой смотрите давайте посмотрим действительно подсказали что мы можем сейчас прокрасить и замать да можем можем прокрасить сейчас так у нас какой прозрачно-красный все-таки нам дали прозрачно-красный ну и прекрасно хороший цвет на самом деле более клубничный да чем розовый видите как немного красителя нужно красители опять же я повторюсь это тоже наши краситель арт конфи маркет чтобы заказать все что вы видите на эфире достаточно просто написать директ либо под любым постом в комментарии напишите и мы свяжемся с вами и оформим заказ вот да на чем я сказал что очень важно ножницы горелка с лампой конечно же друзья но вот лампа если вы нацелены на плодотворную хорошую работу с изомальтом с караниелью с леденцами лампа это конечно вещь ничего не скажешь это просто незаменимая деталь если так для интереса да то есть принципе да виктория тоже у нее было много эфиров да вы наверняка все знаете нашего нашего партнера викторию то есть она конечно много говорила как заменить любой инструмент да можете посмотреть это есть у нас есть эфиры где у нас рассказывается на каждом даже что я говорю друзья на каждом мастер-классе говорит как заменить любой инструмент так ну что мы в принципе прокрасили единственное что может быть по интенсивнее чуть-чуть и подогреть надо да давайте еще добавим капельку хочется чуть-чуть добавить по ярче цвета а лампа для карамели вам сейчас нужно только для поддержания или потом еще для чего-то будет нужно сейчас она мне нужна так нужно тоже подогреть уже застыл изомальт очень быстро застывает прям не хватает прошу подогреть еще сейчас нужна лампа для того чтобы держать температуру подогреть нам формы чтобы формочки наши были горячей да на сегодняшнем мастер-классе в принципе лампа нам больше не нужна также она могла бы нам подогревать изомальт вот в основном лампа конечно же нужна именно для этого для того чтобы либо греть нам формы чтобы они были нормальной температуры рабочей либо подогревать изомальт чтобы он постоянно также был рабочей температуры да где-то в температуре лепки то есть изомальт стоит у вас под лампой и вы всегда можете взять его всегда можете использовать можете отойти немножечко да не так что вот на столе сейчас поставил да вот как мы все видели чуть-чуть с вами поболтал и все и изомальт уже не тот но это еще раз повторюсь температура лепки сейчас мне нужна температура заливки это высокая температура да как я вам говорил я буду заливать сейчас где-то градусов 140-150 конечно чтобы поддерживать такую температуру вам нужно все-таки нужна микроволновка здравствуйте что готовим привет друзья еще раз сегодня у нас будет бокал из изомальта фужер из изомальта и вот мы придумали буквально недавно клубничка из изомальтовая клубничка будет прозрачной сверху а внутри красного цвета посмотрим что получится у нас для шоколада нужно прогревать форму нет ни в коем друзья ну что нет шоколад рабочей температуры сколько 30 сколько друзья кстати давайте подсказывайте давайте с вами немножко поболтаем да чтоб нам не было сильно скучно пока процесс идет давайте расскажите какой температуры нам рабочий шоколад обычно так вот температура это рабочие шоколады явно ниже чем температура которую набирает форму под лампой так ну что вот посмотрите в пазике наши форму как сказать воткнули и все прекрасно зажали теперь добавляем быстренько наши резиночки 32 33 31 32 33 32 32 38 33 33 31 для темного в принципе в большинстве случаев я слышу правильные ответы все правильно температура может отличаться еще от вида шоколада да все знаете что может немножечко рабочая температура отличаться но в основном да действительно это 31 32 градуса для темного может быть 33 так зажимаем хорошенько нашу форму я спешу потому что и замок у меня сейчас может остыть вообще спешить конечно в работе не нужно только если вы не на прямом эфире так ну что значит будем сейчас проливать вот в наше узенькое вот это отверстие рекомендую проливать вам не прям в отверстие а немножечко по стеночке как будто пускать и замай ну не знаю попробуй как то я уже буду заливать потому что боюсь у меня остынет все здесь уже я чувствую густоват уже густоват хотелось бы чуть-чуть пожиже напряжение в воздухе повесло так сейчас я залью только сама вот сам не из бокала да как называется подложка да и и ножку да вот эту а вверх бокал я залью чуть позже немного остывшим изомальтом то есть температура где-то 80 градусов чтобы было меньше пузырей ножку еще раз я напомню я заливаю так потому что она очень тоненько у нас мы должны ее пролить надеюсь мы угадали с температурой сейчас и все у нас получится так готов наш розовый да ой только густой уже остыть успел так ну смотрите что друзья здесь пока у нас все мы ждем пока наш прозрачный изомаль чуть-чуть подстынет да до 80 градусов и зальем до конца наш фужер сейчас пока мы можем слегка знаете немножечко его может быть простучать еще пробить немножечко пошевелить только аккуратно чтобы изымать не протек в трещинки ну между формами да вы можете понимать да когда вы агрессивно работаете с формой естественно да у нас форма составная если вы ее будете активно двигать то изымать может протечь промежутки поэтому аккуратненько и я даже тоже поставил ближе к лампе чтобы вот эта часть фужера прогревалась так ну что это уже все застыл наш розовый да нам подогрели розовый он опять застыл давайте еще раз подогреем опоздала как растопили изомальт микроволновки топили в микроволновке феном нельзя подогреть можно почему нет можете феном так что горячеватый и здесь тоже горячеватый до какой температуры нагреты изомальт так смотрите еще раз повторю несколько температур чтобы проливать очень тонкие да вот как у нас уже ли у нас тоненькая ножка ее что пролить мы должны взять температуру побольше где-то 140 150 до чтобы легко и если вы проливаете уже вот такие широкие части да уже как самая верхняя часть до либо бокал то вам нужно брать температуру ну максимально низкую тогда у вас будет максимально мало пузырей на форме но естественно изомальт должен течь быть текучим текучим но максимально низкой температуры так еще раз вот перемешаем наш прозрачно красный краситель вот таким образом прокрасил нам изомальт вы видите что прокрашивать изомальт очень просто достаточно капнуть пару капель красителя перемешать и все красители водорастворимы шикарно какой размер готового бокала для шампанского сейчас с вами поверим дождитесь этого момента и вы все узнаете я прям сейчас вот на лету вам не скажу не скажу я так не помню все размеры наизусть заливаем видно ли как я заливаю посмотрите кстати на самом деле очень интересно смотрите как образуется там сначала небольшая такая капелька розовая внутри красная да и как она потом увеличивается поглощает прозрачный цвет мне очень нравится а как вам вот такая клубничка у нас бумс ну что теперь осталось подождать чтобы она застыла у нас так ну что может быть наш изомальт еще чуть горячеватый вот я вижу здесь температура больше видимо больше 90 даже по моему градусов здесь тоже немножко горячеват ну давайте немножко охладим его на столе и будем заливать наш фужер завораживает пишет вам тоже нравится да замечательно кто у нас тут жужжит а в эфире так что мы еще можем сейчас сделать мы можем на самом деле прокрасить еще зеленый так но для этого у нас есть еще одна баночка спасибо сейчас одну секунду друзья давайте прокрасим сейчас тогда зеленый пока у нас чуть-чуть остывает я просто хочу чтобы ваш эфир был максимально насыщенный чтобы вас прям вот даже секундочки не было передохнуть но боюсь сейчас буду пока прокрашивать температуру упустить так ну давайте попробуем успеть берем слегка прозрачного изомальта так и зеленый цвет аккуратно когда прокрашиваете другие цвета убирайте в сторону имейте в виду изомальта имеет свойство при прокраске немножко брызгать соответственно вы можете набрызгать на ваши другие цвета очень обидно получается друзья делали делали какой-нибудь белый цвет потом начали делать зеленый и забрызгали себе его весь и что будем делать в этой ситуации а я вам подскажу в этой ситуации просто вот эти все брызги надо будет сверху собирать аккуратно и удалять из белой массы так ну что вот в принципе наш хороший зеленый цвет прекрасно мне очень нравится вам как сделаем из этого зеленого красивый хвостик для клубнички до клубничка же без хвостика это 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 уже такая клубничка не совсем правильная так закрываем краситель не забывайте когда работаете вам краситель уже не нужен убирайте их чтобы они вам не мешали потом случайно заденете опять же растечется что-то испачкаете это не нужно так проверим еще тепленький наш бокал тем временем уже практически застыл ждет когда мы его уже достанем но пока чуть-чуть подождем так ну что давайте заливать я думаю уже фужер красивый цвет посмотрите густой да густой красивый изомальт можно еще погуще но не будем ждать потому что нам уже наверное чтобы это время не было скучно зальем а вы можете чуть-чуть еще больше подождать чтобы был изомальт погуще таким образом он будет как я вам уже говорил образовывать меньше пузырей в соприкосновении с с формой силиконом так у нас есть еще одна из двух сразу залить заливаем заливаем друзья вы часто работаете с изомальтом вот подскажите как часто вы с ним работаете может быть кто-то прям вот каждый день тоже уже с ним живет живет одним изомальтом либо пока еще боитесь есть такие кто боится кто пока не хочет начинать эту работу не уверен в своих силах каких людей у нас сейчас больше на эфире чуть-чуть подогреть надо да зачем вот подогреваете да потому что количество можно было чуть побольше сделать тогда было бы удобней вот прям дверь сразу чуть-чуть подогревается тогда наверное не пришлось подогревать пропустила а формы смазывали если да то чем нет не смазывал формы ничем просто мы сделали естественно перед работой естественно помыли чтобы они были у нас чистые хорошие просушили обязательно и прогрели под нашей лампой классная вещь кстати наш зеленый да пока греют быстренько давайте попробуем ну все уже смотрите ну давайте кстати под лампу то и уберем чего же я скажите вы мне жду я должен был убрать под лампу не забыл болтаться с вами а убрать под лампу зелененький чтобы он был сейчас как раз нашей рабочей температурой чтобы я сделал из него хвостик учусь у вас пару раз пробовал работать начинаю только хорошо ну все впереди главное не стоит бояться нужно пробовать не часто боюсь обжигаюсь было такое конечно не раз кто работает с карамелью с изомальтом да это случается главное помните о технике безопасности действительно все горячее нужно быть очень внимательным это правда но если быть аккуратным все будет хорошо ничего страшного не случится обычно самые вот такие случаи когда что-то происходит где-то вот обжигаешься вот как я обжегся это конечно нарушение техники безопасности вот я помню нарушил один раз его прям серьезно обжегся вот поэтому не нарушайте и все будет хорошо никаких вопросов не будет очень редко опыта еще мало только учусь у вас ой прям очень да горячий получился очень горячий ну ладно ничего мы с вами все исправим горелочкой краситель у вас порошок нет сейчас вы видели что краситель был у нас жидкий жидкий водорастворимый краситель клубничка почти готова бокальчик уже можно сказать готов как лампа называется лампа лампа называется лапа для карамели автонфи маркет все у нас напишите просто нам в директ либо под любым постом мы с вами свяжемся и поможем приобрести продукт а задача лампы только держать температуру так ну давайте-ка подумаем какие еще задачи да в основном это удержание рабочей температуры изомальта либо формы да один раз сделала вазу для торта получилось с первого раза отлично значит у вас можно сказать просто талант вам нужно заниматься изомальта понимаете вот как для кондитера да что важно важно разные техники умеете разные с разными ингредиентами уметь работать у вас какая-то задача ну например по крайней мере мне так кажется может быть у вас другое мнение скажите мне или вы считаете что нужно вот именно только вот что-то одно знать просто идеально все остальное можно не знать вот мне кажется что нужно знать разные да вот почему вот у нас много было ситуации нам допустим вот заказу даже что-то изомальтовая да вот хотим вот это изомальтовая а здесь вот из шоколада или что-то марципановое да а добавьте там допустим соски изомальтовые да или еще что-то вот таких вот вызовов задач было очень много поэтому как раз мы и научились со всем работать и это нам сейчас очень помогает очень много вопросов про лампу да 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 показать как она работает давайте покажем подробнее про лампу смотрите вот друзья каким образом работает есть кнопочка выключения кнопочка включения она же включили и все она начинает греть мощность одна этой мощности достаточно для того чтобы хорошенько разогреть ваш изомальт то есть чтобы изомальт у вас был рабочей температуры смотреть можно сюда ничего страшного это все здесь как бы безопасно значит что 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 рассказать значит так какой был еще вопрос про лампу как она работает да именно тепловое воздействие именно идет от лампы вниз температура рабочей для изомальта поддержит в районе но опять же как как вы настроить поможете повыше сделать соответственно температура будет ниже у изомальта можете поближе и соответственно он будет греться очень интенсивно в основном нужно поддерживать рабочую температуру изомальта в районе 60-80 градусов обычно так вот сейчас вот смотрите у меня лампа была низкая и я вижу что здесь градусов где-то ну 80 чуть-чуть с лишним да чуть чуть больше это ничего страшного она очень быстро сейчас опустится буквально там 2-3 градуса сейчас опустится и мы сделаем хвостик у нашей ой сейчас я забуду про наш бокал его наверняка еще минутку пусть постоит подскажите пожалуйста как размещать краситель у меня постоянно неоднородный цвет получается неоднородный смотряк смотрите если плохо получается размешать подавить чуть больше изомальта то есть если вы в очень холодном мешаете тяжело помешать чуть больше подогрейте там градусов 120 сделайте изомальт достаточно жидкий можете 130 сделать а просто если очень экстремально высокие температуры изомальта да то ну в принципе у всего у всего есть свойства до перегреваться выбирать хоть красители они настроены их можно в принципе применять даже при 150 градусов и при 180 даже мы их добавляем но все-таки наверное лучше когда вы приумеренных температурах добавляете краситель значит добавляйте этот краситель и чем еще перемешивать вот в чем вопрос если вы чем-то очень тонким перемешиваете смотрите как что я делал если очень тонким чем-то перемешивать то тоже будет плохо перемешиваться поэтому вот ложечкой например либо лопаткой лопаток тоже есть у нас кстати в интернет-магазине вот очень хорошо перемешивается и спокойно я кстати вот даже сейчас перемешивал даже шпажкой в принципе тоже хорошо получилось то есть лампа вкручивается в обычный цветильник смотрите как друзья у нас здесь да мы подобрали именно таким образом чтобы все подходил чтобы все работало хорошо и не было никаких там эксцессов в работе то есть светильник подходит к работе с так чуть-чуть подогреваем вот смотрите что я сделал я просто взял отрезал кусочек и впихнул в форму сейчас уберем лишнее так люблю разнообразие в декоре я тоже считаю что когда знаешь разное это действительно можно разнообразить свою продукцию поэтому и учимся у вас спасибо друзья очень приятно на самом деле вот такие комментарии позитивные хорошие от наших учеников от наших вот клиентов кто может быть не 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 учится но покупает инструкции это так ну поддерживает это так подбавдривает мы очень рады что у нас есть есть такой вот дружный хороший скученный коллектив это очень приятно на самом деле ну вот смотрите сделали мы нашу клубничку наш хвостик клубнички чуть-чуть он у нас постоит и мы его достанем сейчас я даже думаю прямо сейчас мы его будем доставать да смотрите как раз опа вот он вот наша красотулька сейчас засвечивается настроиться ага посмотрите вот наша красотулька вы можете ее немножечко менять да немножко подогнуть по необходимой вам скажем так дуге чтобы она очень хорошо легла на клубничку не переживайте если вы она уже у вас застыла да вы можете всегда горелочкой да раз сделать прожечь и она будет опять гнуться не переживайте с изомальтом что хорошо да вот это не шоколадом чуть-чуть что-то у вас подстыло да быстренько взяли горелочки прошлись и можно работать дальше ничего не бояться так ну что я мне кажется так я забыл про фужер друзья я про него забыл выливаем я так и знал возьмешься за два дела одно из них не доделаешь так выливаем 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 смотрите форму держите видите здесь есть разрез да соответственно держите форму со сторон ну с других сторон потому что естественно когда вы будете держать форму держать форму вот так и давить форму на разрез до на стык естественно он будет у вас может у вас продавливаться да поэтому туда может и за мать попасть так же да вот это аналогичный шоколадом тоже держите с этой стороны это и удобно и хорошо и получается практично и правильно спасибо большое за ответ спасибо большое за ответ я думала хвостик лепить будете а у вас даже под это молд есть да 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 дима ленивый у него под все молды посмотрите нет ну разве это не прекрасно мне вот очень нравится как он выливается этот изомальд так посмотрите какая красота так да просто завораживает вот эта трубочка ой еще выдувать я очень люблю конечно из изомальта у меня несколько раз деформируется если раньше вытягиваю из формы не очень понял что это происходит но видимо изомальтовое изделие деформируется если раньше с формы конечно ну если раньше то он будет формироваться она же еще не застыла ну вот ты же быстренько маленький вытащил хвостик ну потому что она уже застыла но она начала заставать и во первых нет такой необходимости придерживаться очень строгой формы для хвостика уже можем немножечко под изменять немножечко под изгибать и это абсолютно нормально да вот возможно у вас какая-то форма которая требует очень строго соблюдения геометрии тогда нужно было бы еще чуть-чуть подождать чтобы подстыл до конца наш хвостик а у нас такой необходимости не было мы это и не делаем ух класс друзья кто еще кроме меня сегодня на работе давайте признавайтесь или все дома чем вообще занимаетесь наверное кто-то только встал еще чаек сидит пьет да поэтому девушка писала что у них уже обед а у вас уже обед ну тоже наверно с чайком а я вот отрезаю лишнее просто понимаете сами знаете да и замать же немножко выплывает я бы уливал его и соответственно мне нужно было подрезать вот эти видите вот такой вот из краешек образовался вот он его нужно естественно подрезать вот я стараюсь красиво аккуратненько подрезать эфир смотрим смотрим какую красоту творите кто-то на работе я работаю но дома прекрасно но сейчас же всех я так понимаю да перевели уже у нас на а нет еще не перевелись 27 по-моему до числа в москве по крайней мере будет уже нерабочая неделя представляете нерабочая неделя прямо ровно до моего дня рождения и в мой день рождения нерабочая неделя заканчивается и начинается рабочая ой лопнул шарик случайно изомальтовый так ну что по моему все хорошо уже хочу заказать молд спешите сейчас как раз хорошая возможность потому что ну сами знаете и пока еще действует наша акция это скидки 25 процентов на все молды и а как раз вот вот сейчас обновленный тем более еще уже поэтому надо успеть ну что клубничку достанем с вами как думаете вы доставать поближе поближе давай поближе а то я сейчас ее деформирую пока что больше ну что как клубничка чуть-чуть здесь надо подрезать лишнее смотрите как вам клубничка и особенно сейчас сделаем еще вот так что скажете друзья а не видно я так понимаю да пока еще вы сейчас приклею я я думаю друзья как скажете вот посмотрите такая любопытная текстура да мы можем сейчас оживить слегка клубничку то есть прогреть на чтобы было больше близко как вы скажете прогревать или все-таки оставим вот такую и на такую вот интересненькую и приклеим сразу хвостик а такой цвет да что изнутри до недоспелая хрустальная клубничка ну что вы так ну что будем прогревать или нет вес давайте где весы у нас давайте будем взвешивать здесь вот рядышком можно поставить вот сюда и сейчас все взвесим сделано что не прогреватель прогревать прогреть будет прогреть 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 да так вес клубнички сначала ну-ка из из-за мальта получилось 32 грамма давайте попробуем аккуратненько прогреть имейте ли вы надо делать это очень аккуратно клубничка у нас нежная фактура огонь пламя у нас дико чуть-чуть все все знаете да сильно долго нельзя греть надо оставить сейчас подождать немножечко она вот видите да уже преображается и и свет изнутри становится рост поближе ко мне вот так мне кажется отсюда просто света меньше нет засвечивается хорошо сейчас чуть-чуть а давайте попробуем ладно попробую я сразу просто не хочу вас заставлять ждать очень аккуратными движениями друзья ни в коем случае нельзя перегреть ну что как вам так лучше и наш хвостик прогреваем хвостик прогреваем оставание и фокс что скажете как вам клубничка я подниму ее на ручку она должна немножко подстыть горелки такие маленькие у вас есть когда как я мог забыть горелки есть продажи и прямо сейчас вот на эти горелки 500 56 процентов скидки на эту горелку акция сколько еще а сегодня последний день так что смотрите так ну что попробуем аккуратненько достать наших уже в интер красоти щек круто можете знаете как проверять проверяйте внутри посмотрите температура если горячеватый не надо он деформируется так аккуратно должны помните да форму сначала огибайте по всем краешкам все краешки про приоткрыть и потом через вот пошла аккуратненько не спешите с этим аккуратно измельт хрупкий очень не хочется чтобы он упал у нас да из формы вывалился вот он уже пошел просто чуть-чуть надо ему помочь вот он раз 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 давай давай дорогой выходи так вот заставляет себя подождать идет идет давай 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 вот вот получилась такая вот композиция посмотрите да пузырьки есть и мы их сейчас с ними будем бороться сейчас будем их прожигать вот такой вот у нас покачек красивый неправда можно сделать чуть-чуть я попрошу тогда подавить чуть-чуть аккуратно аккуратно сейчас подогреем это очень быстро под лампу поставим и сделаем сейчас я порогреваю пока я чуть-чуть чтобы он сравнялся очень нежно аккуратно здесь как раз это засвечивание да как она нам мешает насладиться мешает ой здесь вот опять забыл про хуже чуть-чуть и стараемся ведь что сейчас делаю сейчас посмотрите да 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 друзья смотрите надо приглядывать да за за форм с которой вы работаете видите немножечко изымать сюда стек лишний надо было его еще слить было бы еще круче были бы стеночки но в принципе да мы немножечко про него забыли вы помните про фужер на него чуть-чуть позже вылили на его пораньше вылилось бы больше изымать сейчас поэтому немножечко толстой стенки чуть-чуть доставать и вот мне хотелось бы для вот для идеала мне хотелось бы потоньше где можно посмотреть все моды все моды можете посмотреть на сайте на нашем шапке профиля ссылка можете просто если вам неудобно где-то ходить искать можете написать нам под любым постом просто да запрос хочу ассортимент всех форм либо в директ просто напишите хочу все моды вышли мне и мигом получите весь ассортимент так как вы работе нашу горелочку убрал ну что смотрите друзья как прожигать прожигать надо очень аккуратно это очень важно чтобы ваш бокал фужер не дефон медик не деформировался не заметил что камеру я вам вниз рассказывать значит прожигаете как сказать линиями прожгли немножечко одну линию перешли на другую если у вас есть какой-то охлаждающий еще прибор это просто замечательно прожгли немножко подули прожгли чуть дальше опять немножко подули сейчас я вам буду это естественно показывать включили горелочку вот пошли пузырьки ушли перешли на другое место отошли в сторону хорошенько включили и поехали опять очень аккуратно видите какими движениями аккуратно руки вот я сейчас сам почувствовал чуть-чуть себе на палец попал пламен поэтому аккуратно прожигаете чтобы ни в коем случае на руки не пытать и вот такими движениями нежными аккуратными так далее проходите аккуратненько чуть-чуть здесь сейчас прогреем и я оставлю его остывать чтобы он у нас остывал наш бокальчик даже уже сейчас никто хочется его немножко ставить аккуратненько аккуратненько давайте чуть-чуть оставляем его он должен немного у нас подстыть и будем опять его он смотрите как сейчас поскольку мы он живой еще мы его достали только из формы да не слегка тепловато еще естественно он более живой мы его начнем прогревать он может начать проплавляться и опускаться вниз за этим надо следить если у вас изомаль уже такой близок комнатной температуре градусов там 28 чуть-чуть посмелее можете с ним работать до прогревать его более активно но опять же все равно да вы можете перегреть и поэтому все равно чуть-чуть по линиям прогрели дайте ему немножко постоять пусть он немножко постоит это лучше будет чем вы испортите его я при прогревании да и он у вас попал век попозже так еще один момент если он переставший холодный у вас также обратите внимание прогревать нельзя будете прогревать треснет что делать в этом в этих случаях да что мы делаем когда нам нужно пробить что-то холодненькое в этих случаях опять же лампа вот для чего еще спрашивать для чего сразу так вспомнить тяжело вот для чего поставили рядом фигурку не при таки естественно то что она же расплавит вот допустим на таком расстоянии чувствуете что тепло идет и она постепенно вы по чуть-чуть ее подогреваете она немножечко у вас разогреется вся аккуратно смотрите тоже если вы ее одно место перегрейте то же самое будет и за мать когда он холодный вы его нагреваете с одного места до с одного края резко он будет трескаться здесь тоже самое может поэтому на отдалении постепенно подогреваете и все будет прекрасно таким образом вы сможете даже подработать фигурку которую у вас даже вот вчера вы делали да обычно дальше ты не получается вчера делали на сегодня решили с ней поработать чуть-чуть подогрели горелочка бах треснул неприятно да вот так можно вас лампы решить ну что через перчатки конечно не так чувствуется температура но до прибор их имел ввиду до вентилятор даже вот просто начинает из исчезать наши эти противные пузырьки сами понимаете очень щепетильно надо относиться к краешкам наших нашей посуды и за мальтовый так я забыл честно где игре но у нас потолще поэтому она не так боится всего давайте опять чуть-чуть отставим посмотрим что у нас уже арчика как наш фужерчик ну ка еще тепловатый друзья еще надо постоять нельзя еще доставать из форму вот просили клубничку на руке подержать ну-ка пожалуйста красиво мне очень нравится вообще вот с этой клубничкой столько всего можно различных темно мутить наделать можно сделать допустим вот шоколадную клубнику да кстати есть эфир наше странице посмотрите мы делаем марс пановую шоколадную с этой формы и допустим шоколадную клубнику даст начинкой мы делаем а ведь можно сделать начинку вот использованием наши методики до когда мы алкоголь внутрь заливаем то есть представьте вот клубничку с алкоголем и вот на какой-нибудь женский корпоратив да но мне кажется прекрасно будет заходить давите идею друзья делайте такие клубнички удивляйте своих родных клиентов всех кому кому хочется удивиться всех удивлять кубики льда буду да да так простите меня я забалтываюсь и все поэтому напоминайте мне пишите что я забыл еще как хранить готовый бокал заломать течет нещадно хранить ну посмотрите если у вас там проблема с подтеками обращаю ваше внимание на отличный продукт это лак крикла шикарная вещь покрываете лаком бокал и таким образом вы можете даже поставить его в холодильник у вас в холодильнике будет прекрасно вести пока кстати вот наш квиклак мы сегодня и покроем здесь данном случае 100 грамм да есть по 50 баночки классная вещь и шоколад и изомальты карамель и что такое не покрываем и всегда отличный классный результат знаете также как можно хранить если нет возможности лак взять до берите боксы знаете которые плотно закрываются вот открывать этот бокс складываете туда закрываете его плотника попробуйте так если но если конечно воздух влажный да и он в принципе в бокс уже тоже был ну понимаете помещение влажный воздух в боксе соответственно тоже до закрыли ну а что толку внутри так было важно можно на дно допустим вы знаете есть такие как он силикагель силикагель также продается кстати у нас в магазине есть у нас пример можно показать сейчас силикагель берете этот силикагель насыпаете на дно кладете пергамент и сверху изомальтов изделий закрываете в боксе опять же всю влагу он впитает до лишнюю из этого бокса и будет хорошо хранится так тоже можно делать можно совмещать эти способы то есть как вам угодно лак и гель не одно и то же силикагель нет силикагель это шарики гранулы которые просто впитывают влагу и не покрывать изделия нельзя вот их кушать просто на дно их просто на дно еще раз игру насыпаете закрываете пергаментом и сверху ставите изделие из воздуха который в контейнере всю влагу вытащит силикагель таким образом ваш вашем контейнере будет сухо условно будет сухой климат вот все что как бы сделать или какие а лак он закрывает поверхность вашей замок пока теплые за мальдо кстати вот обратите внимание когда работаем с лапой под лампой лампа выжигает в всю влагу в воздухе вот который рядышком и здесь сухо здесь всегда изомальт хорошенький и вот если мы тепленький взяли этот занимать покрыли лаком влага еще не успела внимание когда влага еще не успела питаться в изомальт покрыли его лаком все будет прекрасно изомальт будет просто отлично стоять и но практически при любых условиях лак горчит как я уже говорил есть есть небольшой привкус горечи но опять же тоненьким слоем его наносите тоненькими но это практически не будет заметно да как как-то будет заметно посмотрите на какой объем изомальта здесь да если вы будете вот даже но откусывает кусочек вы в принципе вообще не сможете почувствовать потому что доля этого лака он и так у него скажем так такой тонкий вот этот вкус а если вы еще возьмете его вместе с изомальтом то как будет уже совсем мало заметно очень хочется вам быстро показать но конечно страшно что перегрею вот борюсь с этими желаниями показать вам быстренько что получится и с возможностью все перегреть изделия покрытая лаком можно кушать да друзья это пищевой ингредиент он разработал специально для еды не для чего-то еще для еды это сто процентов пищевая добавочка пока нет еще чуть-чуть можно ему дать немножко остыть да например и давайте попробуем делать смотрите как классно мы с вами работали работы а изомальта вот он как видите рабочий можно работать вот в чем смысл этой штуки это на самом деле удобно если выполнять какие-то реально заказы работать вам для украшения тортов нужно не просто себе дом до что но вещь очень классная незаменимая так нужно давайте сейчас определимся с размером этого нашего квадратика какой он должен быть у нас вот я мне кажется вот такой да вот очень просто давайте возьмем и сделаем так знаете я даже вот что-то взял бы себе ручное что-то плоское очень бы помогло есть что-нибудь такое вот я думаю что что же у нас тут есть в принципе и так наверное идет чем-то сверху может даже вот ножницы вот смотрите пальцы то у нас не такие уж прям до прямые а вот каким-то предметом посмотреть как намного лучше получается еще один бонус у нас получился да но не слишком ли долго эфир скажите друзья вы не устали ли меня уж слушать возможно уже хотите пойти уже своими воскресными делами заниматься скажите мне да 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 шпатель отлично но все давайте не будем сейчас ходить пока что есть ну мне кажется отлично уже хорошо как вам сколько надо сделать штучек давайте на ваших 3 примерим размерчик похож похож пока горячего ты видите он совсем криво формуется ничего сейчас он будет остывать у нас и формовка будет чуть более правильно да шпатель хорошо подходит для этих задач а он все равно еще холодный теплый ну давай давай есть подруга если есть то давай шпатель я буду попробовать у меня прям здесь рядом вкус можно придать да друзья конечно можно так альберт да можно попросить ароматизатор надо нам дать ароматизатор как же мы не показали даже у нас же есть классные ароматизаторы специально специально давай клубничный точно клубничный для клубники да кстати по моему даже алкоголь шампанское есть у нас есть шампанское есть вот такие вот ароматизаторы специально для изомальта специально для карамели для сахара выдерживают температуры высокий но тем не менее если будете добавлять лучше добавлять опять же при температуре где-то градусов 130 так меньше ароматизатора уйдет в воздух то есть больше ароматизатора останется внутри вот вот силикогель давайте вот так вот выглядит видите это ну никак не продукт которым вы можете покрывать сверху изомаль да это шарики которые впитывают влагу из воздуха вот так жду фужер фужер да я тоже жду фужер как вы думали мы всегда тут ждем ведь и мы занимаемся одну секундочку подождите а что я вам еще в конце обещал обещал что размеры все размеры и вес и вес и размер сейчас каждый квадратик на взвесим куб это не квадрат а куб называется да а вот есть такой как вы думаете стало удобнее мне честно но практически все то же самое ну что красиво три хватит нам три льдинки льдинка льдинка ну-ка растай май к сожалению у нас еще не скоро так ну что готово прекрасно давайте прожигать дальше наш бокал чуть-чуть его прожжем очень хочется быстренько уже доделать показать главное чтоб не получилось как в поговорке поспешишь да сколько раз такое у вас было знаете когда вот готовишь клиенту что-то и клиент тебя подгоняет все я опаздываю мне надо прям сейчас прям сейчас вы спешите делаете прям вот бежите да со всех ног там что-то лепите и не знаю заливаете да и вдруг и и и да и там допустим из-за этой спешки получается что-то неплохо или некачественно что-то может быть ломается и оказывается что никаких проблем да ну раз сломалась давайте тогда там хоть чуть попозже и все делать заново было такое у вас скажите ну что температура ну такая не замечала раньше что изомаль так пузырится 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 на чем на силиконе что вы имеете ввиду если по меньше температуры заливать то пузырей будет меньше аккуратно аккуратно или пузырится когда выливаешь из формы красиво давай 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 моя хорошая доставайся просто смотрите вот наш фужерчик прекрасный товарищ ой так как когда же я успел это сделать смотрите-ка я его немножко это ничего страшного мы работаем с вами с изомальтом каким-то образом я его успел здесь надломить в этой части он видите здесь застыл видимо я его где-то неаккуратно взял ничего страшного раз у нас изомальт значит мы можем сделать просто вот так и потом все исправить да было так именно пузырьки в изделии а внутри и вот здесь зарубить просто вот это место раз так случилось давайте потом вот чуть чуть не переживать что сейчас немножечко да вы скажем так ну придавите да и у вас немножко рельеф будет да в этом месте ничего страшного как он остынет фужерчик наш остынет мы кстати можем даже его вот так форму допустим до даже вернуть чтобы у нас геометрия сохранилась и была правильная вот вернули его форму и собственно говоря достанем когда он в этом месте у нас подстынет чтобы у нас не сгибался а если прогреть силиконовую форму это холодно шпалку перед заливкой заманка куда может да можно можно конечно да то есть основная система такая прогреваете форму чтобы она была теплой и заливайте минимальной температурой и замать все то есть вы даже можете и если вы будете заливать изомать где-то типа градусов 60 до точнее он даже не заливается вот вот такой ответил он литнистый вот такой изомать если вы будете форму прижимать на нем естественно пузырей никаких не будет точно так же вот видите консистенция то есть здесь конечно они какие пузырьки не могут образоваться ну точно так же как вы видели когда я сделал вот с помощью этой формы до хвостик на поверхности изомать то никаких пузырьков быть не может потому что температура уже слишком холодно соответственно все то же самое аналогично до форму заливаете минимальные температуры вот широкая часть формы да вот здесь позволяет залить температуры поменьше вот даже вы можете кстати вот увидеть не знаю заметного будет в кадре или нет вот эту верхнюю часть для заливал горячим изомать там более горячих посмотрите вот эту часть а здесь более видно а здесь более холодным видите прям четкая граница здесь интенсивность пузырей какая как их насколько их больше на квадратный сантиметр и здесь вот здесь похоже на игристое шампанское да как будто их пузырьки аккуратно поднимаются когда вы налили в бокал шампанское а здесь их прям вот больше так ну все давайте я думаю что наш здесь уголочек подстыл мы даже можем его сильно не ждать и уже начать потихонечку очень аккуратно помните как мы аккуратно должны прогревать очень аккуратно прогревать я чувствую внутри температура поднимается очень аккуратно надо пока может погреем здесь снизу еще благо низ нам не так страшно греть вверх прям страшно сейчас все будет готова пусть он немножечко теперь охладиться вернемся к нашему бокалу и прогреве еще раз будем догревать догревать пока так аккуратненько чуть-чуть это же чуть-чуть здесь немножко еще страшно все хорошо оставим тогда немного пусть подстынет и сейчас займемся опять фужером 85 минут это полтора часа но все тогда нужно конечно перезагружаться давайте перезагрузимся и вернемся буквально через пару минут сейчас будем с вами доделаем до конца